Один из самых больших мифов, который существует об Америке, это то, что здесь супер дорогая жизнь. Самый главный аргумент, который используют многие люди, это ну да, в Америке зарплаты в 10 раз выше, чем в России, но зато стоимость жизни здесь тоже в 10 раз выше. А реально в 10 раз ли выше? И выше ли вовсе? Друзья, особо чувствительных, реально предупреждаю, лучше, наверное, вам не смотреть этот ролик, потому что я возьму и сравню абсолютно одинаковые продукты в России и в Америке. Цены на абсолютно разные вещи, начиная с продуктов питания, заканчивая там одеждой и даже автомобилями. И узнаем, насколько здесь реально жизнь дороже или, может быть, она здесь дешевле. Давайте разбираться. Всем привет, друзья! Вы на канале Столица Мира. Меня зовут Анатолий Власов, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, нажмите жирный-жирный лайк, а мы начинаем. Поехали! Проблема подобных видео, которые многие блогеры из Америки снимают, и я сам на самом деле уже снимал подобное видео, если что, посмотрите в описании, это то, что, как правило, ну просто показывают цены на товары здесь, но очень мало идет прямых сравнений. А только благодаря прямому сравнению, пусть и используя текущий курс доллара, можно понять, насколько жизнь в Америке, она реально, ну, дороже или дешевле. Поэтому давайте в этом ролике мы с вами поступим следующим образом. Начнем мы с магазинов одежды. Америка известна как одно из самых таких желанных направлений для шопоголиков, потому что, ну, здесь реально очень много того, что считается, особенно в России, премиальным. Знаете, там какие-то бренды, которые считаются супердорогими в России. Здесь это обычные абсолютно бренды одежды, и они стоят не таких больших денег. Плюс всякие распродажи, черные пятницы, которые тут бывают. В общем, мы посмотрим, зайдем в несколько магазинов, посмотрим, сколько у нас выйдет лук, и сколько точно такой же лук будет стоить нам в России. Затем мы с вами пойдем в продуктовый магазин и тоже сравним прямо бок о бок одинаковые товары. Естественно, чуть-чуть от разных производителей, но в целом точно такие же товары. Сколько они стоят в России, сколько они стоят в Америке. Затем сделаем то же самое с электроникой, сделаем абсолютно прямое сравнение, и закончим все это автомобилями, чтобы понять, насколько здесь автомобили дороже или дешевле. И в конце сделаем итог, насколько жизнь в России дороже или дешевле жизни в Америке. И будет четкое понимание, потому что у нас будут конкретные товары, на чем мы будем сравнивать. Итак, начинаем с магазинов. Для этого я решил поехать в Аутлет, чтобы показать сейчас не сезон распродаж, хотя в Америке почти всегда какие-то распродажи есть, но сейчас идет последняя такая половина октября. Еще месяц остается до Черной Пятницы, до Дня Благодарения, когда начинается сезон распродаж, поэтому цены, которые вы увидите, это цены не с максимальными скидками. Поэтому я стараюсь быть максимально объективным и показать все не в сезон самых пиковых скидок, там, когда 80-90% идут распродажи, а вот в такой, в обычное, как сказать, межсезонье. Сколько стоит одежда в Америке? Начнем с классики. Классические американские джинсы Levi's. При покупке одной пары вы заплатите с налогом примерно 60 долларов, или по текущему курсу 4600 рублей. Если возьмем две пары, то с налогом за каждую пару мы отдадим 3300 рублей. В России такая же модель обойдется 8500. В среднем в два раза дороже, чем в США. В США большинство брендов воспринимаются совсем иначе. Например, Майкл Корс, Кельвин Клайн, Ральф Лорен. В России они все считаются премиальными. А в США это отечественные бренды одежды сегмента выше среднего. Ну, в общем, далеко не богачи в них ходят. Вот, например, джинсовая куртка Кельвин Клайн. Вместе с налогом выйдет 98 долларов. То есть 7482 рубля минус скидка 30% и получаем 5237 рублей. А в России она обойдется в 10300 рублей. В два раза дороже. Классическая рубашка обойдется вам с налогом в 76,5 долларов. Или 5814 рублей. Вычитаем 50% по текущей скидке и получаем 2907 рублей за рубашку. В России 6100 рублей. В два раза дороже. А вот такая зимняя куртка в США с учетом скидки стоит 125 долларов. Или с налогом и в рублях 10450 рублей. В России подобные куртки стоят 23300 рублей. То есть почти в два с половиной раза дороже. Давайте теперь посмотрим на обувь. Начнем с американских найков. Вот такие вот кроссовки отдают за 99 долларов с налогом или 7500 рублей. А в России они стоят 12290 рублей. Почти в два раза дороже. Кроссы от Леброна в Штатах с налогом обойдутся в 120 долларов. Или 9195 рублей. А в России за них просят 15790 рублей. Разница больше 60%. За вот такие ньюбалансы в Штатах вы отдадите с налогом 187 долларов. Или 14211 рублей. В России опять в два раза дороже. 28990 рублей. Ребят, вы вот на самом деле не расстраивайтесь сильно из-за того, что в США такие выгодные цены на одежду, а в России даже близко нет. Я хочу вам рассказать о сайте почтой.ком, который помогает доставлять покупки из США выгодно. У всех этих магазинов и брендов есть и свои интернет-магазины, где, внимание, цены не просто такие же, как я вам показываю, а зачастую еще ниже. Почтой.ком бесплатно предоставляют вам местный американский адрес для магазинов, куда вы заказываете товары, которые вам интересны. Более того, их склад для приема посылок находится в безналоговом штате Делавер. Это значит, что вы будете за вещи платить на 10% меньше, чем я, живя в Калифорнии. Как же это все работает? Вы регистрируетесь на сайте почтой.ком, выбираете товар на интересных вам интернет-магазинах в Америке. В качестве доставки указываете адрес американского склада. Через несколько дней ваши покупки приходят на склад. Вы получаете уведомление об этом в своем личном кабинете. Ребята из почты.ком принимают ваш товар, удаляют там ненужную тяжелую упаковку, чтобы облегчить вес и даже могут объединить несколько ваших посылок в одну, чтобы вы в итоге меньше платили за доставку. Затем они отправляют посылку к вам в Россию. Все отслеживается через личный кабинет и вы через этот кабинет можете даже оплачивать покупки на американских сайтах, чтобы напрямую не светить свою карточку на американских магазинах. В общем, все защищено и надежно. И еще от меня вам дополнительный подарок. Вот этот вот промокод даст вам бесплатную услугу покупка с мастерами шопинга, в ходе которой операторы почты.ком помогут вам с покупками бесплатно. Промокод действует до 31 декабря. Друзья, ищите ссылки в описании, регистрируйтесь и покупайте вот все эти качественные товары из Америки выгодно. Впереди еще черная пятница и скидки ожидаются до 90%, поэтому не упускайте момент. Вот такие вот обычные немецкие адидасы стоят в Америке с налогом 33 доллара или 2507 рублей. В России они же в полтора раза дороже, 3999 рублей. Вот эта модель в США обойдется с налогом в 66 долларов. Минус скидка 50% и получим 33 доллара или 2507 рублей. В России же, друзья, приготовьтесь, 14 тысяч рублей. В более чем 5 раз дороже. 5 раз. Я говорил, что этот выпуск не для чувствительных. Только самые стойкие реально досмотрят его до конца. Идем дальше. Худи от премиального в кавычках бренда Tommy Hilfiger стоит с налогом 110 долларов. Минус 30% скидки и получим 5800 рублей. В России подобное худи будет стоить почти в 2 раза дороже. 11 тысяч рублей. Жилет от того же бренда в США со всеми скидками и налогами обойдется в 6000 рублей. В России подобный жилет будет стоить в 3 раза дороже, почти 19 тысяч рублей. Свитер от еще одного премиального в кавычках бренда Polo Ralph Lauren в США стоит 217 долларов или 15 с половиной тысяч рублей. В России же подобный свитер будет стоить в 2 с половиной раза дороже, 40 тысяч рублей. Знаменитые Polo всех цветов в США обойдутся с налогом и скидкой 40% в 59 долларов или 4490 рублей за штуку. В России, как вы уже понимаете, в 2 раза дороже. Почти 10 тысяч рублей за штуку. Да, друзья, ну что можно сказать по одежде? Если мои расчеты верны, то получается, что одежда в США в среднем на вот столько процентов дешевле, чем в России. А прибавьте к этому еще и американские зарплаты, которые, ну, сами все говорят, в 10 раз выше. То мы получаем, что соотношение между тем, сколько человек в России тратит на одежду и сколько он тратит в Америке, конечно, сильно отличается. Напишите в комментариях, ожидали вы это или нет. Ну что, теперь давайте сравним цены на разные продукты питания. За основу российских цен я взял известный в России сервис по доставке продуктов из магазинов, но я его не буду называть. Я думаю, по скриншотам вы сами все поймете. Если у вас тот или иной товар значительно дешевле или дороже, чем я говорю, то обязательно дайте мне знать в комментариях. Авокадо у нас стоит 5 долларов 50 центов за 6 штук или по 91 центу, то есть по 70 рублей за штуку. Налогов на продукты в Калифорнии нет, поэтому эта цена окончательная. В России в ленте 2 авокадо я нашел за 210 рублей или по 105 рублей за штуку, то есть на 50% дороже, чем в США. В США большое разнообразие мяса, но я решил остановиться на вот таком вот стейке ребай. Вот в этой упаковке получается 1,5 килограмма за 41 доллар или 3116 рублей. В России я в той же ленте увидел вот такой вот ребай за 895 рублей за 320 грамм. Получается, что в России 1,5 килограмма такого стейка обошлись бы в 4117 рублей. Почти на 25% дороже, чем в Америке. Молоко в США можно купить вот в такой вот огромной упаковке, внутри которой будет 2 бутыли по галлону каждая. 2 галлона здесь стоят 5 долларов 60 центов. В одном галлоне 3,79 литра. Получается, за 425 рублей в Америке мы получаем 7,5 литров молока. В России молоко я нашел по 70 рублей за 925 миллилитров. Кстати, а почему 925, а не литр? Раньше же был литр. Напишите-ка в комментариях. Если исходить вот из этих цен, то чтобы купить в России 7,5 литров молока, нужно 567 рублей. На треть дороже, чем в Америке. Я в шоке, друзья. Я не мог подумать, что в России молоко стоит дороже, чем в США. В таком вот мешке картофеля на 10 фунтов или 4,5 килограмма. Просят за это 8 долларов или 608 рублей. В России килограмм картофеля стоит 20 рублей. Получается, за 4,5 килограмма, как в США, в России вы отдадите всего 90 рублей. Более чем 6 раз дешевле, чем в Америке. Фу, друзья, ну хоть картошка-то наша не подвела нас, да? Я потому что реально боялся, что абсолютно все товары будут в Америке дешевле, чем в России. Но нет, картофан на веки наш, это я еще не сравнивал цены с Белоруссией. Но зато теперь можно сказать, что в случае конфликта мы-то точно сможем этих америкосов закидать картофелем. Вот такие вот замороженные стейки из лосося весом примерно 1,5 килограмма у нас стоят 27 долларов. Или 2 тысячи рублей. В российском Ашане за примерно то же самое просят 792 рубля за полкило. Получается, за 1,5 килограмма выйдет в России 2376 рублей. Чуть дороже, чем в Америке. Так, а сейчас специально я говорю для тех, кто смотрит меня из Америки и знает, что магазин, в котором я это все показываю, это магазин Костка, для которого требуется членство, нужно каждый год его оплачивать. И это действительно так. Членство, которое у меня есть, оно стоит 120 долларов в год. Но, я вам скажу так, я за него не плачу ни копейки. Более того, сам магазин мне платит для того, чтобы я там покупал. Как это происходит? Просто потому, что я использую кредитную карту от этого магазина. Благодаря грамотному использованию разных кэшбэков по этой карте, я не плачу ни за карту, никогда там ничего не должен. И тот кэшбэк, который мне приходит каждый год, а это в районе 500 долларов, мне хватает и для того, чтобы покрыть членство, и еще даже пару раз сходить в этот магазин абсолютно бесплатно. Поэтому, друзья, как говорят американцы, don't work hard, work smart. Поэтому, надеюсь, претензий не будет, что будут говорить, ой, вот, ты плачешь деньги, чтобы в этот магазин пойти, поэтому там дешевле цены? Нет. Для того, чтобы там что покупать, лично я ничего не плачу. Куриная грудка у нас стоит 22,5 доллара или 1708 рублей за 3,5 килограмма. В России за килограмм просят 258 рублей. 3,5 килограмма в России обойдутся в 903 рубля или почти в 2 раза дешевле, чем в Америке. Почти килограмм больших креветок у нас обойдется в почти 16 долларов или 1200 рублей. В России они будут стоить больше 2000 рублей за килограмм, в полтора раза дороже, чем в США. Самый стандартный хлеб в США для тостов стоит 4 доллара 20 центов или 319 рублей за полуторакилограммовую упаковку из двух нарезанных кирпичиков. Классический же российский батон стоит 28 рублей за 200 грамм. Американский вес в российских ценах обойдется вам в 210 рублей или на треть дешевле, чем в США. Стоит отметить, что я реально нашел тут самый дешевый хлеб в Америке. Помимо безвкусного хлеба для тостов, здесь есть и злаковый, и ржаный, еще много разных всяких видов хлеба. А то я знаю, многие думают, что якобы американцы только вот этот вот хлеб для тостов едят. Упаковка из 24 яиц в США стоит 3,7 долларов. 15 центов или 11 рублей за одно яйцо. В России за десяток просят 78 рублей или по 7,8 рублей за яйцо. Получается почти в полтора раза дешевле, чем в США. Оливковое масло у нас стоит 20 долларов аж за 6 литров, то есть по 250 рублей за литр. В России я нашел масло за 690 рублей за литр или в 2,5 раза дороже, чем в США. Ну и давайте закончим орехами. Вот такая вот более чем килограммовая банка кешью стоит у нас больше 14 долларов или там чуть больше 1000 рублей. В России просят же 252 рубля за всего 150 грамм. Получается, американский вес обошелся бы в России в 1890 рублей почти в 2 раза дороже, чем в США. Друзья, пока снимал видео в магазине, у меня возникла интересная, на мой взгляд, идея. А что если я возьму типичную продуктовую корзину в России? То есть вот все продукты, которые входят туда, я их возьму, покажу сколько они стоят в Америке. И мы сравним, насколько продуктовая корзина вся целиком здесь выйдет дороже или дешевле. Друзья, если вам нравится эта идея, то давайте поставим 7000 пальцев вверх под этим роликом. И тогда я буду знать, что вам действительно интересно. И в скором времени это все сниму. Теперь давайте поговорим про электронику. Вот такой вот телевизор LG 65 дюймов, 4K, HDR стоит в США 580 долларов. Или с налогом и в рублях 48 488 рублей. В России же аналогичный телек обойдется дороже, в 53 тысячи рублей. А вот похожий тоже, но Samsung будет стоить в США 950 долларов. Ну и он и новее. В рублях и с налогом это будет 79 тысяч 500 рублей. А в России аж на 20 тысяч дороже, почти 100 тысяч рублей. Последние AirPods Pro стоят тут с налогом 19 тысяч 228 рублей. В России они же стоят 25 тысяч рублей. Ну и последнее будет интересно геймерам. Последние видеокарты от Nvidia в США стоят в среднем на 4-5 тысяч рублей дешевле, чем в России. А самая топовая 3090, которая в России стоит 137 тысяч рублей, в Америке стоит 125 тысяч рублей. И это разница с учетом налога. Вот сейчас обидно было. Согласны? А теперь давайте сравним автомобили. И начать я хочу с автомобиля, который почему-то вот все люди, когда приезжают из России, особенно в Лос-Анджелес, они берут автомобили из этой категории. Угадайте, что это за категория, друзья. Поставьте на паузу, напишите. Это масл-кары. И, наверное, самый известный представитель масл-каров это Ford Mustang. В России какой-то огромный такой орел успеха, богатства и крутости вокруг этого автомобиля. Хотя, открою вам тайну, в Америке Ford Mustang считается вообще машиной для черных. Стоит она реально копейки. Это недорогая машина. А в России она стоит реально очень дорого. Давайте сейчас сравним, сколько она реально стоит. Значит, смотрите, в Америке базовая цена, с учетом там всех разных сборов, которые есть, за новый Mustang 2020 года 28 тысяч долларов. По текущему курсу это 2 миллиона 128 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, расчет. Если брать эту машину в кредит, мы не будем как бы говорить, что мы берем ее за кэш. 10% даем первого взноса. И получается, что на 6 лет, если брать Mustang в кредит, то ежемесячный платеж составит 359 долларов. То есть, это на самой низкооплачиваемой работе в Лос-Анджелесе вы сможете эту сумму зарабатывать, ну, дня за 4. Чтобы, ну, понимали соотношение. Это на самый низкооплачиваемый. То есть, это я не говорю про среднюю. А в России же, я просто офигел, я зашел на сайт дилера. Вообще, ну, реально в шоке. В России Mustang новый стоит от 4 миллионов рублей. То есть, это в два раза дороже. Окей, чуть меньше, но все равно, блин, в два раза дороже стоит Mustang. За Mustang кто хочет за минимальную комплектацию такие деньги отдавать? Я не понимаю. То есть, странно, почему так происходит? И это, на самом деле, очень смешно отсюда смотреть. То есть, понимая, что кто-то в России платит за Mustang. За Mustang. Такие деньги. Но, окей, видимо, рынок так решил. Друзья, напишите, как вы думаете, почему такая разница в цене именно вот у Mustang. А мы идем дальше. Toyota Camry в США стоит 24 425 долларов. Ну, минимум. Или где-то миллион восемьсот. Причем сейчас действует акция. Кредит на 60 месяцев без процентов. Вы даете две тысячи долларов первый взнос. И каждый месяц платите по 390 долларов. В России Camry стоит чуть-чуть дешевле. Где-то миллион семьсот. Но кредитных ставок в 0% годовых, я думаю, в России вы не увидите. Ну, и давайте сравним еще один автомобиль, но какого-то более высокого класса. Например, Mercedes GLC 300. В США она начинается от примерно 45 тысяч долларов или 3,5 миллионов рублей. Американец отдаст за нее две тысячи долларов первого взноса и будет платить 770 долларов каждый месяц под 2% годовых. В России же минимальный первый взнос больше 11 тысяч долларов. И каждый месяц надо платить больше тысячи долларов под 13% годовых. Mercedes россиянину обойдется по всем параметрам. Намного дороже, чем американцу. Ну что, друзья, если я опять же итоговый расчет сделал правильно, то получается, что расходы вот на такие вот продукты, на предметы, одежды, на автомобиль, на электронику у американца уходят вот на столько процентов меньше, чем у жителя России. И опять же повторюсь, прибавляем сюда то, что американец зарабатывает, как правило, раз в 10 больше, чем средний россиянин. И вообще ужасаемся просто. Насколько сильно отличается жизнь в Америке. И понимаем, что миф о дороговизне жизни, еды, продуктов вот всего на свете в Америке, он разоблачен. И надеюсь, что больше вы так не будете никогда думать. Все, друзья, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете, ожидали вы этого или нет. Вообще, какие у вас мысли после просмотра этого ролика. Также поделитесь этим видео с друзьями, чтобы они видели реальные расходы на вот все вот эти вот категории товаров в Америке по сравнению с Россией. Ну и не забываем, что вы можете покупать все вот эти брендовые американские вещи, даже если вы живете в России, пользуясь сервисом почтой.ком. Ссылку на него ищите в описании. Все, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно поставьте жирный лайк, если еще этого не сделали, а мы с вами увидимся в следующих роликах. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok